Привет, я Эндрю Ренко, звукорежиссер студии Quarty Records и сегодня я тебе покажу, как максимально убрать фон из твоей гитарной записи. Гитарный фон или шум, сразу предупреждаю, я буду чередовать эти термины, просто чтобы не повторяться как попугай. Фон, 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 фон. В общем, гитарный фон или шум это одна из основных проблем гитаристов. Особенно гитаристов с пассивной электроникой. Особенно гитаристов с плохой пассивной электроникой. Для владельцев же активной электроники это видео вряд ли будет сильно полезным, однако, должен сказать, что для любого гитариста это видео будет полезным, потому что ситуации бывают разные и, возможно, это когда-то тебе понадобится. Итак, встречай, дорогой друг, это iZotope RX-5 The Noise. Настоящий спаситель гитарного звука, в чем ты сейчас сам лично и убедишься. Для примера я брал свою бас-гитару, потому что она у меня на пассивах и, собственно, шумит достаточно сильно. И давайте сразу послушаем, как моя бас-гитара звучала до. Кстати, отдельно мне сразу стоит сказать, что мне пришлось очень жестко лимитировать бас, чтобы вы лучше слышали непосредственно фон. И чтобы этот фон не съела конвертация видео при рендеринге и потом при последующей переконвертации на самом YouTube. И как она теперь звучит после. Ощутимая разница, не так ли? Что ж, добиться такой разницы не так-то и сложно. Нужно всего-то выполнить несколько шагов. Первый шаг. Запиши профиль гитарного шума. Просто подключи гитару, выкрути все, что тебе нужно на гитаре выкрутить на определенный нужный тебе уровень. Приглуши струны, не играй, не издавай никаких звуков. Просто запиши сам фон. Второй шаг. Дай плагину iZotope RXD Noise изучить этот фон. Обратите внимание, как после окончания изучения уровень фона в данном примере стал намного ниже. Это связано с тем, что профиль данного шума был проанализирован программой и внесен в ее память для дальнейшего быстрого распознавания и, собственно, дальнейшего вычленения этого фона из записи, из полезного сигнала. По поводу ручек и настройки плагина iZotope RXD Noise. Первым, что нам стоит настраивать, это трэш-холд. Это просто порог срабатывания плагина. До этого ведь мы кормили плагину только фон, и он не знает, какого уровня у нас будет полезный сигнал. Потому мы просто выставляем порог срабатывания, трэш-холд, исходя из, скажем так, характеристик нашего материала. Следующим идет ползунок Reduction. Он обозначает, насколько децибел мы бы хотели сделать шум тише. Выставлять его нужно по вкусу, не смотреть на цифры, децибелы, бла-бла-бла. Но просто мы выставляем до тех пор, пока не добиваемся нужного результата. Ну и смотрим за тем, чтобы не было артефактов. Куда интереснее у нас выглядит ползунок Artifact Control. Мы видим, что здесь у него есть две крайние полосы. Это два режима. Этот плагин может работать как в каком-то отдельном режиме, так и в их смеси. Что, собственно, является, например, стандартным значением этого ползунка по умолчанию. Я его, кстати, не меняю. Это самое лучшее значение. Давайте же разберем, что делают эти два режима. Первый режим это Musical Noise. Он предназначен для вычленения шума из полезного сигнала путем обратной к снятому ранее профилю шума точечной эквализации. Таким образом, мы сможем буквально отделить полезный сигнал от шума. Однако, этот режим стоит использовать только тогда, когда уровень шума находится очень близко к уровню полезного сигнала. Ведь простой гейт с этим уже никак не поможет, но с помощью Musical Noise мы сможем на уровне, на, скажем, музыкальном уровне, потому что музыка это просто смесь частот, мы сможем частотно этот шум чуть-чуть выдавить из полезного сигнала. Но старайтесь не переборщить, потому что вместе с шумом мы, очевидно, будем выдавливать и часть частот полезного сигнала. Потому здесь тоже нужно все с умом, так сказать. Потом второе крайнее положение это режим Gating, который мы все знаем, что означает. Но в отличие от обычных гейтов, этот гейтинг работает намного лучше, потому что он знает заранее, как выглядит наш шум, и потому может реагировать на шум более конкретно, скажем, эффективно и аккуратно. Стандартное положение, как я уже говорил, положение Artifact Control является оптимальным на мой взгляд, ведь оно позволяет частично извлечь шум из полезного сигнала за счет режима Musical Noise, а также конкретно придавить шум в паузах исполнения за счет гейтинга. Насчет переключателя Quality, естественно, чем выше, тем лучше, но также и затратнее по процессору, потому здесь смотрите по возможностях своей системы, и, кстати, слушайте очень аккуратно, потому что иногда эти режимы, несмотря на то, что каждый следующий порог должен работать лучше, но иногда они вводят что-то а-ля артефактов, какие-то предилеи и задержки. Ну, в общем, я за этим разом не заметил таких артефактов, но раньше, я помню, я их слышал, потому, может, мне тогда показалось, я не знаю, но в любом случае будьте аккуратны и следите за этим очень осторожно. Ну, естественно, чем выше, тем должно быть лучше. Но я, как правило, использую это все дело в стандартном режиме, потому что я вешаю эту штуку, ну, если совсем проблемно, то я вешаю на каждую гитарную дорожку и на басовую дорожку, и выставляю здесь уже все по вкусу, а здесь, как правило, ничего не трогаю. Вот сейчас, например, для баса я выставил вот так по вкусу. Хотя стандартное положение этих ручек вот такие. То есть... Оп, оп. И он, этот плагин, отрабатывает шум просто, я бы сказал, идеально. Мне очень нравится. В конце я еще хотел бы добавить маленький совет по поводу записи гитары. Иногда очень хорошо слышно, когда люди записывали трек, используя ноутбук. Почему это слышно? Потому что на записи, помимо фона, присутствует определенный писк. Почему этот писк вообще происходит? От чего он исходит? Он исходит от процессора компьютера. И важно понимать, что процессоры есть в системных блоках, ну, обычных, и есть в ноутбуках. Просто в ноутбуках почему-то именно фон, именно наводка от процессора намного сильнее, чем в ПК. Ну, плюс ПК он подальше может быть. Он, как правило, где-то под столом, а ноутбук на столе, а вы перед столом. И потому наводки, как правило, именно возникают, когда вы направляете гитару, когда вы играете, и перед вами ноутбук. И что для этого помогает, то есть чтобы не получать фон, помогает отвернуться и выставить гитару, скажем так, если ее брать как линию, вот у нас линия, то мы должны гитару поставить перпендикулярно к ноутбуку. Или к месту, в котором расположен процессор ноутбука. Мне, по крайней мере, это помогало. И, в принципе, вы можете перед записью просто потестировать пространство. Может, вы ловите еще от чего-то наводки. Не только ноутбук. Может, еще какие-то холодильники, радиосистемы и так далее, так далее. То есть нужно следить, потому что можно еще нахвататься вот этих писков. И тем более, если вы даже изучите профиль шума сначала, а потом как-то дополнительно повернетесь и добавите именно писк от наводок процессора, то вот этот плагин, он уже не будет убирать писк от процессора, потому что он запомнил шум фона. А писк, это уже будет считаться плагином как часть полезного сигнала. Хотя он может очень сильно тоже портить звук. Может, поверьте. Короче, просто поверьте, может. Если что, проверяйте, направляйте гитару, передвигайте в пространстве. Ну и, как правило, отвернуться на 90 градусов помогает. Ну и да, опять-таки, меня зовут Эндрю Ренко, я звукорежиссер студии Quarty Records. Если это видео не было вам полезным, то отпишитесь с моего канала, поставьте этому видео дизлайк и напишите гневный комментарий. Спасибо вам за просмотр в любом случае. Пока!